Это стандартная таблица женских иллюзий. Это инструмент для того, чтобы привести в чувство всех тех людей, которые ищут свои половинки на всевозможных приложениях для сайтов знакомств или посещают оффлайн-спид-дейтинги, как у нас в Ревевербаре. Потому что сейчас рынок знакомств выглядит примерно как-то так, и это капец, потому что, вот глядите, женщин много, а мужчин, которые им нужны, крайне мало, и очевидно, что это не работает и не нравится никому. Эта таблица заменяет всевозможные другие таблицы. Например, вот ту, которую собирал в прошлом популярный дейтинг окупитком. И мы видим здесь, что распределение крайне неравномерное, о чем мы поговорим чуть попозже в этом видосе. Давайте вначале посмотрим, как работает эта таблица, потому что все начинается с удава, который проглотил слона, как у Экзюперии. И, например, мы знаем, что действительно тупых людей не так уж и много. Большинство людей это крепкие середняки, а по-настоящему умных людей их действительно мало. И таким образом у нас получается кривая, которая называется кривой для нормального распределения, которая по форме напоминает колокол или удава, который проглотил слона. Эта форма работает для всевозможных других, совершенно разных возникающих с природой параметров. Например, для высоты человека, то есть большая часть людей обладает средним ростом. Очень мало очень низких людей, очень мало очень высоких людей. Или, например, для привлекательности. Действительно красивых людей, но не так уж много на самом деле объективно. И о чем бы мы ни говорили, большинство людей находится где-то вот здесь посередине. И картинка из окупида, которая облетела весь мир, все реддиты и твиттеры, она вызывает полярные мнения. То есть люди разгневаны тем, что на ней увидели, увидели вот этот вот закон неравномерности, потому что их собственные наблюдения или даже скорее мечты, они показывают, что распределение должно выглядеть одинаково как для женщин, так и для мужчин. Но, к сожалению, это относится только к долгосрочным отношениям. А как это работает в других случаях, давайте посмотрим. Примерно так женщина воспринимает мужчину, которого она действительно знает. Это действительно правильная шляпа. Но таких людей в жизни женщины это скорее всего человек 25. И все. А еще там есть остальные 4 миллиона людей, которые, ну, не совсем честно оценены. Ну как, вот те люди, которых оценили честно, они настолько малы на этом графике, что их не видно. Все остальные мужчины выглядят для этих женщин примерно как-то вот так, по вот такому закону. И, как видите, большинство из нас для них отвратительны. Если ты мужчина, и если ты на диаграмме находишься где-то левее тройки, которая, кстати, тут смещена на несколько пунктов, то, в общем, ты отправляешься прямиком в мусорную корзину. Если мужчина оценивает женщину примерно по форме колокола, как для долгосрочных, так и для краткосрочных отношений, то женщины оценивают мужчин вот примерно так. Вы видели этот график. И, конечно же, есть мужчины, которые недооценивают женщин. Например, ребята с каким-то хрупким эго или кто-то, кто решил с первого раза найти спутника на всю жизнь и поэтому не имеет права ошибиться. И есть ребята, которые переоценивают женщин. Например, анимешники или ценители порнухи. Но это точно такой же естественный параметр, поэтому если визуально сложить эти два графика, то в сумме получится все та же кривая с целыми необкусанными краями. А в противоположности этому женщины воспринимают 80% мужчин как мусор. И данные про то, что 80% женщин заинтересованы только в 5% или 20% мужчин, оно поддерживается данными из почти всех приложений для знакомств, которые решили раскрыть свои данные, конечно. И еще лучше, это можно узнать от самих женщин, просто выходите из дома и слушайте, что они рассказывают по этой теме. Всем, конечно, интересна внешность, бабло, глубокий внутренний мир. Но несмотря на то, что глубокий внутренний мир и высокое социальное положение могут сделать очень большую разницу, то все-таки внешность важна в первую очередь. И если вы когда-то специально, осознанно перешагнули вот эту вот черту, вы были там двоечкой и стали семерочкой, то вы знаете, о чем здесь идет речь. Вот. И это понимание важно не только мужчинам, но и женщинам. Потому что, ну, женщины зачастую хотят вырваться из вот этой бляской зоны, когда все хотят с тобой трахаться, ну, никто не хочет иметь ни малейшего отношения. Особенно публично там, типа, рассказать друзьям, что вы встречаетесь. И когда мужики ведут себя с тобой совершенно не вовлеченно, не заинтересовано как в эмоциональном, так и в вербальном выражении. И когда ты ждешь какого-то ответа или коммитмента, и коммитмента, который никогда тебе не достанется на самом деле. И все это делается с помощью ликвидации нелепых женских искажений восприятия, которые свойственны большей части людей. Давайте еще раз пройдемся по всем компонентам схемы. Вот как мужчины видят женщин. Нормально. Вот как женщины видят мужчин. Жестко. Бессмысленно, жестоко и несправедливо в большом количестве случаев. Вот как женщины видят себя. Обычно это полный бред сивы кобылы, галлициногенные грибы. Женщина для себя обычно либо десяточка, либо ей еще есть куда стремиться повысить свою жизнь на пару пунктов. Вот как женщины оценивают друг друга на публике. Вы всегда суперзвезды и отстаиваете друг друга. А вот как женщины оценивают друг друга среди своих. Есть, конечно, я и есть все остальные не люди. Ну, я и плюс мои лучшие подруги. То есть я одна умная, в белом пальто стою красивая. Все вместе это задает хорошую, достаточно полную систему для того, чтобы оценивать свой собственный уровень. Как только ты осознаешь свое количество баллов, нужно использовать нашу таблицу, чтобы найти себе мэч. Мэч будет искаться не просто подбором одинакового числа, ну, типа, ты десяточка и еще ты тоже десяточку. А со сдвигом, равным вот тому искажению, которое у нас культурно принято. Да, например, крутой мужик на 8 баллов, да, он будет восприниматься женщиной не на 8, а где-нибудь там на 6. А мужик, который на 6 баллов, он там будет восприниматься на 3,8. Вот. А мужчина, который был изначально 2 балла, ну, вы поняли, его на этой диаграмме не присутствует. Возможно, у него есть интересное хобби, возможно, он был бы чудесным отцом, но мы никогда об этом не узнаем, потому что. Вот. А для мужчин эта таблица может скорректировать косяки в восприятии женщины мира, но только в случае, когда ты предельно честен и правильно понимаешь свое собственное количество баллов и свое место в жизни. И, кстати, это место никогда не поздно поменять или хотя бы попробовать поменять. Если вам никогда не хватало на это мотивации, то вот вам таблица, которая в числах показывает, сколько именно граммов мотивации вам нужно. А если эта таблица также картинкой закупит, вводит вас в неконтролируемую ярость и злобу, то хочется процитировать классика Артемия Лебедева. Как мотивировать себя что-то делать? Да никак. Оставайтесь в жопе. Вот. Это сказал Артемий Лебедев, великий российский дизайнер. И, кстати, у него 10 детей, куча женщин, собственный бизнес, который знает каждая собака. Можно даже оставить несколько гневных комментариев на ютубе, это очень хорошо для алгоритма, потому что взбешенные комментарии обычно продвигают тебя сильнее, чем какие-то нейтральные. Ну и наконец, последний раз пробежимся по куче картинок, которые здесь были, и вернемся, вернемся к самой-самой первой таблице, которая будет ссылкой в описании, стандартная таблица женских иллюзий. Вы можете ее куда-нибудь скачать, после этого распечатать и повесить на стену. Все ссылки будут в описании к видосу. Спасибо большое и до следующих разов. И... скачать. 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 Скачать.